Итак, какие же социальные сети на данный момент есть в интернете, с которыми можно работать, можно работать для бизнеса и которые будут полезны для развития бренда и привлечения целевой аудитории для сайта, либо для продаж и так далее. В принципе, на данный момент существует 7 социальных сетей, которые в той или иной мере могут быть вам полезны. И вот в этом коротком выпуске я попытаюсь обзорно о каждой из них поговорить. Итак, первая и самая знаменитая и узнаваемая социальная сеть, скорее всего, это ВКонтакте. На данный момент активная аудитория ВКонтакте это 293 миллиона пользователей. Активная, я имею ввиду, которая заходит хотя бы раз в месяц у тот человек, который перешел на свой аккаунт. И побыл онлайн энное количество времени. Да, вот таких людей 293 миллиона. Следующая социальная сеть это Одноклассники. Одноклассники тоже всем известна. Она была создана в далеком 2004 или 2005 году. Но они очень долгое время ВКонтакте конкурировали. И в принципе сейчас вот эти две социальные сети в русскоязычном сегменте, да, они являются доминирующими. И это максимальный охват русскоговорящей аудитории. Но дело в том, что каждая из социальных сетей, ну, в дальнейшем, да, про которую я буду говорить, они тем или иным образом разнятся и отличаются друг от друга. Тем самым Одноклассники, например, да, там изначально эта социальная сеть была создана для поиска своих Одноклассников, Одногруппников и так далее. И изначально аудитория, которая присутствует там сейчас, скорее всего, ну, за 30 и старше. Назовем эту аудиторию так. Кому-то она не очень нравится, но гигантское количество аудитории, кстати, на данный момент, это 270 миллионов активных пользователей. Это официальная статистика, которая представлена на данный момент времени, да, это 270 миллионов. Соответственно, Одноклассники, это аудитория за 30, за 30, возможно, даже где-то за 40. ВКонтакте, это молодая аудитория, самая активная, самая жизнеспособная, самая инертная, самая... Та, которая готова принимать новое, пользоваться новым и активно участвовать в различных опросах, в различных конкурсах и так далее. Далее, на третьем месте, ну, я бы поставил Facebook, да, всем известна социальная сеть. Facebook, здесь уже мы говорим об социальной сети, да, которая распространяется по всему миру. Ну, в том или ином отношении она направлена на все города и страны, но русскоговорящая аудитория там тоже представлена в очень огромном сегменте. Сейчас это аудитория общая, да, Facebook активная. Это 1,3 миллиарда. Это самая большая социальная сеть на данный момент времени. 1,3 миллиарда активных пользователей, да, то есть те, которые хотя бы раз в месяц заходят на свой аккаунт. Чем отличается Facebook от Одноклассников и ВКонтакте? Facebook, там, скорее всего, присутствует так называемая прогрессивная элита, если можно так выразиться, да. Либо, ой, маркер упал. Прогрессивная элита. Это жители Москвы, либо Питера, скорее всего, это 90% аудитории, да. Те люди, которые либо желают общаться со своими друзьями за границей, либо не переваривают все остальные русскоговорящиеся сети. Это Facebook. Далее, Twitter. Twitter это короткий мессенджер, который позволяет пользователям данной социальной сети обвиниваться короткими сообщениями. Twitter очень стал быстро популярен за счет того, что это первая, ну, так скажем, социальная сеть на мобильной платформе, да, когда ты мог с компьютера, либо с планшета общаться с пользователями, которые находятся далеко от тебя. Это 150 символов, это ограничение и лимит публикации, это быстрота, удобность и формат блога. То есть это более такая блоговая платформа, менее похожа на социальную сеть, но все же ее принято называть социальную сеть, да. Это Twitter. Twitter на данный момент это 500 миллионов активных пользователей в месяц. Процент русскоязычной аудитории, да, я не могу сказать, такой информации в открытом доступе нет, но 500 миллионов достаточно большой охват, если мы говорим о всей планете Земля. Итак, далее, социальная сеть LinkedIn. Вот данную социальную сеть мало кто знает, особенно те, кто не так хорошо знает, в принципе, интернет и что в нем можно найти, да, вот эта социальная сеть, она, наверное, самая старая из всех, это 2002 или 2003 год, Америка, да, и она узко сегментирована и подточена на то, чтобы здесь регистрировались, обменивались контактами именно профессиональными, то есть заточена под профессиональный сегмент. То есть если я какой-либо работник, хочу найти себе хорошего работодателя, или наоборот работодатель, желающий найти хорошего работника, да, я могу там зарегистрироваться и посматривать аккаунт. Далее, здесь есть узкие сегментированные сообщества по профессиональной направленности и так далее. То есть это узконаправленная социальная сеть по, именно по профессиональной принадлежности. И, наверное, из всех представленных социальных сетей здесь самое маленькое количество русскоговорящей аудитории. Ну, какой процент, я не знаю, но здесь в данный момент, по официальным данным, да, 225 миллионов активных пользователей в этой социальной сети. Далее, социальная сеть Google+. Социальная сеть Google+, тоже мало кто знает. Это такое приложение некое, да, к платформе именно сегмента Google. Она была создана совсем недавно, по-моему, в 2010 году, но русскоговорящая аудитория там тоже присутствует и наблюдается гигантский рост. То есть данную социальную сеть тоже не стоит выбрасывать из собственного внимания для привлечения бизнеса, да, и создания там аккаунта. И последняя социальная сеть, это социальная сеть на мобильной платформе, социальная сеть Instagram. Ну, я думаю, все знакомы, да, с тем, что можно скачивать приложения на iPhone, iPad, Android и так далее, на любые планшетники. И вот эта социальная сеть как раз, ну, социальной сетью, опять же, это можно назвать SoSo, как и Instagram. Здесь скорее приложение, которое уже впоследствии переросло в социальную сеть. Эта социальная сеть заточена под публикацию фотографий. Я думаю, кто ей пользовался, понимает, что это очень просто, легко и удобно. Если Twitter, это сообщения, короткие символы, Instagram, это изображение, да, то есть здесь уже пользователи обмениваются фотографиями, фотогалереей и изображением. Данная социальная сеть хороша для презентации какого-либо вида товаров, бизнеса, либо услуги. Например, если вы продвигаете какой-нибудь загородный комплекс, например, вы можете публиковать фотографии из комплекса, либо проведенных там вечеринок, и пользователи, которые подписаны на ваш аккаунт, автоматически получают эти фотографии. Прикольно, удобно, они сразу ставят лайк и рассказывают друзьям. Ну, вот такой обзор. Собственно, это основной сегмент социальных сетей, который на данный момент есть на рынке, которые можно пользоваться, которые будут очень удобны и полезны для бизнеса. Как работать с каждой из них, я расскажу далее, потому что каждая из этих социальных сетей требует отдельного подхода, и не для всех бизнесов они подойдут, да. Где-то плюс в одном, где-то плюс в другом, где-то минус в третьем и так далее. Ну, вот теперь вы знаете данные 7 социальных сетей. Увидимся в следующих выпусках. Увидимся в следующих выпусках.